Наступательная операция по взятию Витебска и выхода границ Латвии и Литвы не достигла поставленных целей. Учитывая то, что в ближайшее время планируется новая наступательная операция, контрразведкой фронта получена особо секретная информация о сосредоточении на линии Лудза, Дагда, Краслова, трех бронетанковых соединений противника. Две из них оснащены новейшими танками «Тигр» и «Штук-3». Нам точно известны места их дислокации. Штаб Первого Прибалтийского фронта поручил нам разработать операцию по уничтожению с воздуха скопления немецкой техники. От успеха этой операции зависит общий успех наступлением в Прибалтике в этом году. Прошу высказаться. Товарищ комиссар, в ближайшие 3-4 дня массированная атака с воздуха невозможна по причине нелетной погоды. Высота нижней кромки облачности 50-60 метров, а взлетки развезло. Необходимо сделать так, чтобы в течение двух-трех дней немцы не передислоцировали свои бронетанковые силы. Для этого надо им подбросить секретный пакет о воздушной операции там, где их танков нет. Тогда немцы не будут перемещать свои главные ударные силы. Капитан Григорьев, прошу вас. Товарищи, понимаете, что нам придется отдать на съедение немцам кого-то из наших? И не простого солдата, а офицера. И, возможно, не одного, а группу, которая будет сопровождать эти секретные документы. Вы понимаете, что им нужно будет погибнуть, чтобы доказать, чтобы немцы поверили? Ничего страшного. Эта практика существует. Иногда можно пожертвовать двумя-тремя героями для того, чтобы потом спасти десятки тысяч жизней. Майор, вы готовы быть подсадной уткой? Так точно, товарищ комиссар. Если вы дадите такой приказ, я его выполню. Ценю вашу готовность отдать жизнь за родину. Вам и поручаю подобрать необходимых людей из состава ВВС. Учитывая секретность операции, необходимо подобрать таких военнослужащих, которые не сдадутся в плен. Товарищ комиссар, как можно в таком деле использовать летчика? Он же не профессионал. И объяснить ему будет сложно. У меня есть такой человек. Этот ни за что не сдастся. Разбомбили нахрен в течение двух часов, пару сотен немецких танков благодаря слаженной работе контрразведки фронта и Третьей воздушной армии. Так точно, Иван Христофорович. Подготовить список награждения для офицеров ВВС. Разрешите, Николай Петрович? Так точно. Лично вам. Всего хорошего. Так что у тебя там? Приказ о назначении офицеров СМЕРШ. Приказ о ликвидации пособников фашистов в деревне Гайалиши. Приказ о награждении лейтенанта Абрамова посмертно. Приказ о передаче дела Гутмана в трибунал. Какого Гутмана? Того самого Вульфа Гутмана? Когда он все это успел? Товарищ комиссар, дело в том, что в операции по дезинформации немцев майор Седов принял решение задействовать Гутмана. Гутман задание выполнил. Вернулся живым. После этого застрелил капитана Васильева и был арестован. Как застрелил? Когда застрелил? Два дня назад. Есть свидетели? Какие свидетели? Свидетели драки между Васильевым и Гутманом. Затем Васильев и Гутман ушли в лес. Было слышно четыре выстрела. После этого Васильева никто не видел. Майор Седов уверен, что Гутман спрятал тело. Что вы об этом думаете? Ходят слухи о давнем конфликте между начальником особого отдела 1-го истребительного корпуса майором Седовым и командиром 1-й эскадрильи 2-го гвардейского истребительного полка капитаном Гутманом. Не исключаю, что именно это и стало причиной того, что Седов послал капитана Гутмана, по сути, на смерть. Голубчик Эдуард Петрович, срочно отправляйтесь во 2-й истребительный полк. Найдите. Васильева, живого или мертвого. Я надеюсь, вы понимаете, насколько это важно. Идите, голубчик. Идите. Слушаюсь. Почему Хеленко в последнем вылете оторвался от группы? Сколько раз говорить. Попал Юнкерс, дымит, уходит со снижением. Все, отворачиваете. Ищите другую цель. Довести до всех вот молодых летчиков, чтобы как от зубов отлетал. Доброго дня, товарищи офицеры. И вам не хворать. Я так понимаю, майор Соболев, это вы? Правильно понимаете. Представьтесь, капитан. Капитан Завадский прибыл по особому распоряжению комиссара госбезопасности Ханик. Мне поручено найти начальника особого отдела вашего полка Васильева Алексея Ивановича. Живого или мертвого. С чего это мертвого? Так он жив? Да живее всех живых. Майор, кто командир полка? Вы или капитан? Да вы совсем, похоже, забыли устав и субординацию. Обратитесь к старшему по званию, как положено. Капитан. Волна вам, Афанасий Петрович, хмурится. Вам это не идет. Хмурится? Да вы совсем там заигрались. Сначала арестовали моего лучшего комэска, Гутмана. Хрен знает за что. Потом потеряли своего особиста. Опять-таки, хрен знает где. И теперь сюда приезжаете? Нарушая устав рабоче-крестьянской Красной Армии. Товарищ майор, у меня к вам вопросов больше нету. А вас, мой юный друг, попрошу следовать за мной. Афанасий Петрович, афанасий Петрович. Афанасий Петрович. Афанасий Петрович. Афанасий Петрович. Афанасий Петрович. Позвольте поинтересоваться, мэм, а капитан Васильев у вас? Не знаю, никакой капитан. Слышь, курится без мозга. Васильев, позови. А, сейчас. Жизнь это капитан Васильевс? Та шута, я капитанс Васильевс. Жизнь, мэклэ, мостатись. Леха, как ты? Как всегда, на посту. Алексей Иванович, а вы неплохо устроились. Законно отдыхаю между боями. Восстанавливаю агентурную сеть в Братской Латвии. Провожу, так сказать, политинформацию среди сознательных колхозниц. Не по-дружески это создавать агентурную сеть в одиночку, а нужно с боевыми друзьями и товарищами совместно. Вынужден прервать ваш отпуск, товарищ капитан. Тебя старик ищет, приказал доставить по светлые очи живого или мертвого. Зачем мертвого? Лучше живого. Седов в подвале Гутмана плющет. Так, ну-ка, кыш, кыш, мант, коригас. Не ровен час шлепнет твоего кореша. За что? За трусость, антисоветскую агитацию и убийство. А убил-то кого? Тебя. Так что собирайся, поедем комиссару твою бренную тушку предъявлять. Туэт. Товарищи офицеры, мир рот! Капитан, а вы что расселись? Свободу и независимой войны. Наши родины. Первый. Славный. 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 Матераптор. Повезет мне народ, членников. Поехали. Славный. Она наша. Я型已经 копирить дорожный. Субтитры сделал DimaTorzok